Вот в таком не совсем привычном формате конкурсанты 4-го Всероссийского фестиваля «Звезды Галактики» выступают перед жюри. Конкурс в этом году проводится онлайн в дистанционном режиме. Члены жюри находятся в Трансляционной аппаратной школы искусства имени Розума, оценивая выступление через монитор компьютера. Участники конкурса музыканты от 5 до 60 лет могли записать свои номера заранее и прислать эксперта, а могли продемонстрировать свое мастерство в режиме реального времени. В остальном условия конкурса не изменились. Фестиваль «Звезды Галактики» проводится уже несколько лет подряд, и каждый раз в нем участвуют все больше талантливых людей из разных регионов нашей огромной страны. В этом году в конкурсе более 300 солистов и коллективов, а это около 500 человек. Множество номинаций – это эстрадный вокал, инструментальный ансамбль и оркестр, эстрадный хор, категории учитель-ученик, автор-исполнитель, композиция и звукорежиссура и другие. Организаторами проекта выступили детская школа искусства имени Юрия Розума и студия звукозаписи Galaxy Records при поддержке Российской академии дополнительного образования и комитета по образованию администрации городского округа Щелково. В жюри входят профессиональные музыканты и заслуженные работники культуры. Я второй раз принимаю участие в этом замечательном конкурсе в качестве члена жюри. И то, что отличает его от прошлого года, вот сразу бросается в глаза, это появление исполнителей, конкурсантов на медных и на деревянных духовых инструментах. Это вот для меня, как для военного дирижера, очень приятно, что наши тетишки, наши дети начинают заниматься на инструментах, присылают заявки, принимают участие и исполняют довольно сложные, интересные музыкальные программы. Судьи признаются, для них просматривать конкурсные номера дистанционно тоже в новинку. Они убеждены, что одним из немаловажных моментов соревновательного процесса является волнительное настроение у исполнителя, а оно возможно только при его личном присутствии. Не видишь живого общения, не видишь этих горящих детских глаз, этого волнения конкурсного. Конечно, люди находятся в более свободных условиях, они имеют возможность переписать дубль. И, конечно же, с одной стороны, это так называемое кристальное чистое выступление, которое для них, это, конечно, лучший вариант. Мы просматриваем видео на удалении, и здесь само жюри испытывает некий для себя, как бы открывает новизну вот этих форматов. Важно, что звезды галактики сумели перестроиться и откликнуть на современные реалии, и перешли в формат видеоконференции, по сути, да, видеоудаленного конкурса. Конкурс звезды галактики проходит несколько дней. Финал состоится уже 29 марта. В каждой номинации будут выбраны самые лучшие, харизматичные и музыкально одаренные участники. Хотя организаторы уверенно заявляют, что в этом конкурсе проигравших не бывает. У нас, наверное, единственный конкурс, в который нет проигравших. У нас все участники являются либо лауреатами, либо дипломантами, причем разных степеней. Все участники в любом случае оправдывают название конкурса. Это действительно звезды, которые уже, может быть, состоялись, а которые еще только идут к этому. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.